Эти очистные сооружения обслуживают весь город по канализационной сети и через водозаборы здесь в день фильтруются тонны грязной воды. За моей спиной находится грабельный цех. Первое звено в сложной цепочке очистки воды. Там оседают предметы крупнее 6 миллиметров. Далее вода поступает сюда, на первый отстойник, где остаются ил и песок. И затем туда далее, на второй отстойник, где проходит биологическая обработка специальными бактериями. Потом еще два этапа фильтрации и на выходе почти что питьевую воду сливают в реку Десна. Сама по себе эта технология была разработана более 30 лет назад. И понятное дело, предприятию Брянский горводоканал просто необходима модернизация. Еще бы, с каждым годом требования Санпина становятся все жестче. С целью перспективного градостроительства реконструкция на предприятии уже проводилась. Помимо прочего, в 2006 году приступили к строительству третьей очереди. Практически на третьей очереди у нас сейчас идет наладка, но мы уже достигли практически по всем показателям, за исключением биологической потребности кислорода ПК. Специалисты знают, что такое. Нормы очень жесткие, еще 2 миллиграмма налит. Мы пока достигли где-то в районе 8 миллиграмм налит. Если попытаться просто объяснить функцию очистных сооружений, то здесь больше всего подойдет сравнение с большим количеством поочередно установленных фильтров. Механических, химических и биологических. В результате остается осадок, который хранят на 18 иловых кардах. В сооружениях размером в гектар каждое. Там уже накопилось примерно 250 кубических метров. А разглагаться продукт переработки будет в течение 5-7 лет. Слишком долго. Однако сейчас готовится документация по строительству нового цеха обезвоживания. Это должно существенно ускорить технологический процесс уничтожения. Со строительством цеха обезвоживания будет достигаться влажность-осадка где-то в 75-76%. Это как тестообразная такая масса, которую можно будет увозить на свалку, на полигон или брикетировать. Есть другие технологии утилизации. Стоимость работ по строительству нового комплекса составит порядка 96 миллионов рублей. Мы подали заявку в департамент ТЭК топливно-энергетического комплекса области вступлению в программу «Чистая вода». Где предусмотрено финансирование 50% – это государственный бюджет, региональный и местный бюджет. И 50% – это внебюджетные средства предприятий или других инвесторов. В ходе встречи с губернатором Николаем Дениным удалось достигнуть ряда принципиальных договоренностей. Помимо финансирования данного проекта, также обсуждались вопросы общего благоустройства территории комплекса, а также программу неотложных мероприятий по реконструкции очистных сооружений. Постройки еще 60-х, 70-х и 80-х годов можно обновить и усовершенствовать. Это позволит сделать воду в Брянске еще чище. Виталий Угримов, Максим Кузнецов. События. Брянск.